Так, вот для меня новая игра относительно новая. Это Elder Scrolls Legends. Это карточная игра по миру именно Skyrim. Не просто Elder Scrolls, а вот именно Skyrim. То есть, Норды, все вот эти персонажи, да, не Фариан там. То есть, вот именно по Skyrim'у расы все вот эти народы из Skyrim'а взяты. Так. Я, кстати, второй раз, если что, записываю, потому, очевидно, сейчас со второго раза у меня хуже получится, потому что первый раз почему-то не записалось. Вот, и сейчас, конечно, хуже получится. Ну, для начала, сверху сразу, что видно. Тут, как бы, ну, по типу ХС, да, одиночная игра, она же арена есть. Тут арена, короче, есть два вида. Арена против боссов, против NPC, и арена против настоящих игроков. Вот, то есть, 100 рублей, да, ну, либо 150 голды. Но у меня только 5 голды, потому я покупать не буду. Тренировка, ну, это просто с боссами. И сюжет есть. Вот сюжет тут, прям с роликами, со всей, с этой хуйней. Вот, короче, челики куда-то забрели. И, вот, тут колоды разные. Вот колода, вот, вот эту колоду я сам собирал. Вот я ей играю, вроде, ну, так, средняя. Вот, тут, не знаю, это третий акт я сейчас играю. Я не знаю, сколько тут всего актов в сюжете. Против нежити. Ага. Видите, тут поле уменьшенное. Так. Самые дешевые карты оставляю для начала. Призыв дает владельцу плюс 3, плюс 0 и укрытие в конце хода. Ну, пока не надо. У врага тут 3, 3, 1, 1, скелет. Во, у меня алтарь меридии уничтожает нежить. Ну, это сюжетная такая штука. Такое, то есть, в ладере такого нет. Кстати, в ладере 12 уровней, если что. То есть, 12 рангов. Я вот, собственно говоря, на 12. Я в этом месяце буквально несколько раз сыграл. Только вот сегодня один раз сыграл. Победил, кстати. Тут, кстати, сюжетка бывает. Ну, бывают прям легкие сюжетные квесты. Бывают тяжелые. Вот до этого легкие было. Вот это тяжелее будет, я чувствую. Кольцо магии. Кольцо магии, оно дается тому, кто второй раз... Ну, это как монетка в Хердстоуне. Только их 3. Такая хрень. Рыба-убийца. Каждый ход получает плюс 2 к атаке. Пусть будет. Пока не убьют, нормально. Нихрена себе. 5 хп регенит. Нормальная такая. Тупо в лицо пойду. О! Это такая тема, типа я уничтожаю свою карту и наношу 5 единиц урона случайной и вражеской. Нормально. Мумии пошли. Я, короче, сегодня в ПВП играл. Пиздец там на скиле выиграл. Чисто на скиле затащил. Вот 3 единицы урона дает в руку случайного Атронаха. Но Атронаха это типа Голем. Но это тоже из Скайрима такая вещь. По сути тут очень похоже на Хердстоун. То есть, по сути, больше ни с чем сравнивать, да? Также можно и Хердстоун сравнить с Легенс Онлайн. Просто по-другому называется. Видите, вот эти хуйнюшки, да? Вот руны, вот чего в Хейсе нет. Каждые 5 единиц урона активируют вот эту руну. И она какую-то, ну, какую-то карту случайную достает тебе. Может быть полезным тоже. Страж, страж это провокация. Вот. Вот у врага пророчество сработало. Ну, тут тупо в лицо идти и все. Тем более у меня провокация стоит. 7-1 неплохо, да? 7-1 за 3 маны. Ну, тут всякие бафы есть. Я не буду вдаваться в подробности там. Все, у меня даже два варианта есть, как убить врага. Вот так вот можно 4 единицы урона и готово. Ну, это сюжетка. Всякие персонажи есть. Угу. Можно карту тут, короче, можно апгрейдить карты. Обращение к Киноред. Богиня такая в Скайриме. Назвы ли выдел? Случайное существо получает плюс 3, плюс 3. Ну, пусть будет. Это вот награда за уровень. Да, это по сюжету, когда сюжетку проходишь, такая штука. Вот, за уровень, ну, за победу опять же награды дают. Вот, 25 чародейской пыли, это для гринда карт. Для крафта карт, точнее. Вот, ролик сюжетный тут есть. Правда, в низком качестве. О, лорд на Арифан. Это типа главный босс. Типа я могу сферу сохранить, взять. А могу челика сохранить, этого тира спасти. Я, пожалуй, спасу, спасю. Спашу его. Давно главное, что я спас того челика. Оборвется, да-да-да. Ладно, и теперь еще ПВП покажу. Ну, вот тут рейтинг 12, это самый низший, да. То есть тут всего 12 рейтингов. Соответственно, до первого дойдешь, потом это будет... Забыл, как легенда называется. И тут еще, в отличие от Хирстоуна, не скидываются ранги при поражении. То есть тут намного легче взять легенду. Намного. Потому что ты при поражении ничего не теряешь, по сути. Почти. Вот это уже ПВП. Челик за орка играет. Ну, тоже самые дешевые такие оставлять. Ух ты, я не знал, что у меня такая карта есть. Имперский легионер. Тоже такие 1, 3, 4. Ну, это хреново на самом деле. 1, 1 с рывком за 0 маны. Тут, опять же, тут есть две линии. То есть существа с одной линии не могут атаковать существа с другой. Вот они синие линии вот этой разделены. Вот. То есть вот эта карта, она не сможет атаковать эту, например. Плюс линия тени. То есть карты вот на этой стороне получают маскировку. У меня есть тяжелая секира. Плюс 4, плюс 1. То есть можно набафать, в принципе, норского смутьяна. Вот так враг решил не размениваться. Даже тупо в лицо идти. О, прочие дружественные существа на этой линии получают плюс 1, плюс 0. Блин. Страж. Вот этой карты страж. Страж это провокация. Это провокация. Вот так сделаем 3-4 за 3 маны. Тоже неплохо. До этого я сегодня еще играл, опять же, в рейтинге. Я выиграл на скелле, но это не зафрапсилось. Не заобоясилось. Точнее. Вот так буду набафывать. Про кольцо магии я сказал. Ну, то есть, ну, тут свои заморочки. И с чем-то, конечно, очень-очень похоже на ХС. С чем-то, конечно, многим отличается. Ну, да, тут я тут уже не выиграю. Ну, ладно, я просто чисто показать. Но я тут не выиграю уже, очевидно. Тоже вот эта вот хорошая карта. Наносит 2 единицы урона врагу в лицо. Когда бьет кого-то. Вот так я чуть-чуть набафал их. Видите, у меня тень. То есть, вот этих существ нельзя атаковать напрямую. Их только магией можно бить. Челек даже не заморачивается. Тупо в лицо меня бьет. Найс. Тогда и я ударю. О, видите. Изи. Блядь, я не могу 4-4 ударить. Ну, ладно. Блядь, я ступил. Ну, ладно. Короче, этот дурак меня тупо в лицо бьет. И я его тупо в лицо буду бить, и все. Тоже у него 12 ранг, как у меня. У меня, кстати, колода на силу и силу воли. И... На силу и силу воли. А у него на интеллект и ловкость. Вот шлюха, блядь. Он ворует у меня хп, кстати. Ну, да, что я и сказал. Я могу выжить только за счет пророчеств. Вот, если они сработают, что какую-то полезную карту мне дадут. Это долбоёб у меня еще и хп ворует. Когда вот этой... Карты... А, ну... Да, тут я уже проиграл, скорее всего, и сейчас. В этом раунде. Тупо одна карта затащила. Просто это... Ну, это небалансно. Ну, вот и все. Хуйня это, а не проигрыш, на самом деле. У него просто имбалансная карта была, которая одна мне пол хп выбила. Вот, видите, то есть я ничего не потерял. Но награду получил за новый уровень. Карту мне дали. Две карты я получил. Правда, у меня вот такая есть уже. Злобный древок. Бета-версия игры идет, как я понимаю. То есть они, может, потом пофиксят эту хуйню. Как-то так. Тоже тут... Блядь. Не туда вошел. Долго все еще загружается в клиенте. Очень долго. Бустеры тут можно покупать. То есть есть всякие наборы. Есть вот отдельные бустеры. Ну, я 100 голды уже потратил. Покупал. За деньги можно покупать. Есть легендарные карты. Есть легендарные премиум карты даже. Сюжеты покупать можно тоже разные проходить. Но их пока нет. Как тут написано. Вот наборы всякие, коллекции. Тут билеты на арену, опять же. Ну, вот как-то так. Ну, вот так.